Ну, очень многие границы проведены по принципу разделяя и властвия. Например, при распаде Османской империи, как указывали многие исследователи, можно было сформировать из ее обломков несколько этнически единых государств. Курдская, Арабская, Суницкая, Арабская, Шиитская и еще несколько однородных государств, не имеющих особых причин для внутренних противоречий. Вместо этого границы были прочерчены таким образом, чтобы внутри каждой из них жили несколько этнических групп, имеющих серьезное основание для вражды между собой. Благодаря этому те, кто рисовал границы, а именно Англия и Франция, обрели возможность несколько десятилетий подряд высасывать из этого региона большую часть ресурсов. Точно так же и в границах нынешней Украины совмещены две культурные группы, не имеющие между собой почти ничего общего. Это русские, составляющие по родному языку пять шестых населения, и так называемые галичане, потомки русских, живших на восточном склоне Карпат, оказавшиеся на несколько десятилетий жертвой психологических экспериментов Австрии и Польши по превращению русских в антирусских. Понятно, что подобные границы жизненно важно пересматривать для блага народов, населяющих их, и, скажем, те же галичане, оказавшись самостоятельным государством, смогут, скорее всего, вполне мирно интегрироваться в какую-нибудь экономическую структуру, хоть в Европейский союз, хоть в Евразийский, не враждуя при этом ни с кем из членов этих союзов.